Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос задает аноним, спрашивает про то, что ее парень, значит, живет сейчас в случае подруги, она снимает у него жилье. И антром вопроса, назовем ее для удобства, например, Саши, да? Саша говорит о том, что она чувствует себя, вот по отношению к подруге своего парня, естественно, не вторично, как она говорит, то на вторых ролях. Подруга очень, честно, что называется, интегрирована во взаимодействии с парнем. Подруга очень, честно, интегрирована, она общается с обоими, она общается и с Сашей, и с ее парнем. Вот, она, как бы, выполняет роль такого переносчика, совы переносчика, как выражается Саша, то есть, другими словами, она, ну, как бы, посредник. Вот, и у Саши, таким образом, складывается впечатление, что она находится в отношениях, как бы, и с парнем, и с сыном, его лучшей подругой. Что ей кажется не очень нормальным, но поскольку парень, как бы, говорит о том, что это норма, парень говорит о том, что это, вот, ну, вообще, как бы, в порядке вещей, по крайней мере, ну, для него, да? То Саша, как бы, хочет понять, что нормально ли это, как реагировать, и, соответственно, как донести, вот, до, как донести до ее парня, то, что ей, вот, не нравится, вот, такой вопрос задает Саша. Повторюсь, что Саша, в данном случае, не настоящее имя, и это имя я ввел для того, чтобы не впутаться, для того, чтобы не испытывать, как-то, вот, трудности с разграничением, потому что здесь, как бы, ну, несколько, несколько, вот, человек, в данном случае, это, может, создавать некоторые проблемы. А, смотрите, в первую очередь, я, угу, я не думаю, что, если для вас, то, что вы описываете, является чем-то неприземлемым, если вы считаете подобные отношения нездоровыми, то я не думаю, что хорошей идеей является это терпеть. Я думаю, что, куда более логичным, исходя из того, что вы, ну, описываете, да, куда более логичным было бы, например, как-то вот, ну, развести свои границы, да, то есть сказать, что вот с этим я готова мириться, это я готова принимать, а с этим мириться я не готова, и это принимать я не готова. То есть это, как бы, в данном случае, ну, наверное, было бы более, более логичным, чем вот то, что вы пытаетесь сделать, потому что, по сути-то, вы себя, ну, ломаете, по сути, по сути, вы себя ломаете, по сути, вы пытаетесь себя подавить, потому что, ну, как бы, отношения люди строят по-разному. В цели строить отношения по-разному. И в этом смысле ни вы не исключение, ни ваш парень не исключение, никто в этом смысле не является исключением, исправным. Вот. Но построение отношений, а именно вот построение, именно построение отношений, начинается тогда, как мне кажется, когда люди все же друг к другу прислушиваются. Я не могу сказать, что ваш парень к вам как-то вот прислушивается в данном контексте, по крайней мере, исходя из того, что вы описываете, то есть вы говорите, что вам вот что-то не нравится, а он как-бы все равно настаивает на том, чтобы вы вот в этом участвовали, да. Вот. То есть, по большому счету, ну, здесь как-то вот вы находитесь не на, ну, действительно, вот в какой степени вы находитесь там не на первых, как-бы, не на ралаксе, не в приоритете. Вот. Но с другой стороны, с другой стороны, у мужчины вот такая позиция. Плохая ли она эта позиция, хорошая ли она эта позиция, на мой взгляд, не так важно. Важно, что она есть. И важно, что, ну, мужчина, очевидно, получает какую-то выгоду от этого. Очевидно, что мужчина, мужчине хорошо в этом, хорошо в этой, вот, ну, в этой позиции, в этом положении. И менять он, что называется, это не собирается. Вот. И вам нужно для себя определиться, принимаю я это или нет. Вы, ведь, честно, у меня в себе об этом такое ощущение, что не говорите. Вы не говорите честно себе о том, что вы что-то не принимаете. Вы такое ощущение, как-будто вы в этом контексте боитесь его потерять. Вам как-будто покажется, что если вы, ну, вот, как-то, например, признаете, что вас что-то не устраивает, то над вас идёт. Или не примет, или вы боитесь, ну, показаться какой-то не такой, да, и так далее. То есть, мне кажется, что вот это может быть проблема, и проблема вашей такой вот неуверенности, что-ли, ну, в себе. Понимаете? И если это так, то это отдельная, отдельная, как-бы, проблематика в данном случае. То есть, я бы, вот, ну, я бы данный аспект расклонничал бы, конечно. Потому что одно дело, если, ну, если у вас есть ценности, да, одно дело, если у вас есть ценности, вы считаете, что то, как тут происходит, не должно так происходить, да. Вот, вы считаете, что, ну, как бы, должно быть по-другому и совсем другое дело. Там, условно говоря, если вы, там, ну, например, да, если вы ревнуете, или если вы, там, неуверенны в себе, если вас эта ситуация раздражает, если вы, там, как-то, вот, ощущаете, что вас это задевает, ну, и прочее, прочее, понимаете, как бы. Ну, вот, парни, здесь, на мой взгляд, разный момент, разный, разный контекст. Вот. И я бы, вот, на самом деле, в первую очередь, вот, на это бы обратил внимание, да. То есть, не пытаться принять, как вы говорите, а то, что вы не можете принять, то, что вы не можете принять. Но, на мой взгляд, пытаться принимать бесполезно, условно, странно, не получится, будете только напрягать свои силы и всё. Но, как бы разобраться со своей реакцией на это, да, вот, разобраться с тем, чем вы реагируете, да, то есть, какими чувствами вы реагируете. Это, вот, вполне можно, это то, в принципе, что вам, ну, как мне кажется, вполне доступно, то, что вам вполне доступно, вот. И, соответственно, соответственно, в этом направлении вы, ну, как бы, можете, в принципе, всё, в принципе двигаться. Ну, если говорить вот конкретно про ваш вопрос, да, ну, вы просто прокомментируете. Я думаю, что это вопрос личной границы, но, вот, я думаю, что это разница в ценностях, то есть, если кто-то может жить там, условно говоря, в формате, вот, сейчас боюсь ошибиться, да. Может быть, может быть, я что-то неверно сейчас скажу, но, если кто-то может жить в формате шведской семьи, да, или итальянской семьи, то есть, где, вот, как бы, ну, грани между семьями, по сути, отсутствуют. Ну, если кто-то может так жить, то это не значит, что вы можете так жить, если вы, условно говоря, ну, вот, если вы воспитаны в такой, ну, в такой среде, если вы воспитаны так, что, ну, вот, вам кажется, да, что люди, ну, должны соблюдаться, там, границы, ну, друг друга, да, вот, то само собой, само собой, что к этому нужно относиться, ну, как минимум, как минимум уважительно. Уважительно. Вот. И если человек этого не делает, то этот вопрос больше к нему, пожалуй, а не к вам. Вот. Вот. Но вам решать, вместо тем вам решать, что вы будете с этим делать. Вот. Я думаю, я думаю, что так, такой ответ можно вам дать. Если говорить о том, ну, чтобы как-то прокомментировать, да, то я понимаю, что вы хотите, в данном случае, получить, наверное, какую-то оценку. Ну, поймите правильно, что психолог не может давать оценку, мы не можем оценивать то, что происходит. Вот. В этом смысле моральные какие-то, ну, моральные аспекты, да, не могут выступать доминирующие истории. Потому что, опять же, в какой-то степени, вот, психология, она должна быть аморальной в этом смысле. Вот. Понимаете? Поэтому, мне кажется, ну, на мой взгляд, да, мне кажется, что вам нужно решить самую, какова природа вашего непринятия. Это первое. И вам нужно выстраивать коммуникации с мужчиной. Это второе. То есть, то, что вы не можете ему объяснить, то, что вы как-то вот, ну, как вы говорите, мучительно, там, пробираете слова и так далее. Вот это вызывает, скорее, больше вопросов и больше, ну, можно так сказать, скепсиса. Да, потому что, как, ну, коммуникация, коммуникация, коммуникация между двумя людьми является более важным аспектом, чем все остальное. То есть, общение, как люди общаются, как люди доносят, ну, друг другу, да, свои чувства, как люди говорят, что их беспокоит. И если вас это беспокоит, а, ну, мужчины, например, не реагируют, что это проблема коммуникации, и в этом смысле все может сводиться к тому, что ты меня не слышишь, например. Если вы будете чувствовать себя как раз таки не услышанно, вот, вы будете чувствовать себя, ну, вот, почему вы чувствуете себя вторично, да, опять же, о чем это сказано? Ведь формально, ну, чисто формально, человек вас слышит, чисто формально, но не воспринимает. И, как мне кажется, если что-то является проблемой, то вот это, что вы себя чувствуете одиноко в этом. А для вас это важно, значит, ведь если бы мужчина понимал бы вас, если бы человек как-то старался подкорректировать свое поведение, ну, исходя из того, что вас, ну, беспокоит, да, например, мне кажется, вы бы чувствуете себя по-другому, вот. И вместе с тем, может быть, проблема кроется не совсем в том, о чем вы говорите. Может быть, проблема очка заключается в другом, в том, что вы не уверены в себе, в том, что вы ревнуете, например. Вот. И я не скажу, что это что-то ненормально, я не скажу, что это что-то патологично, нет. А я скажу, что ревность это нормально, просто вопрос, скорее, здесь в том, что вы хотите с этим делать. Можно быть увереннее в себе, можно, там, грубо говоря, ну, перестать, там, обращать на это внимание, вот. Но не потеряете ли вы тогда свои ценности, будет ли у вас ощущение, что, согласившись жить в такой парадигме, вы, ну, придаете, ну, придаете свои ценности. Это тоже, как бы, очень важный момент. И, там, то, что, ну, как бы, нельзя игнорировать, понимаете. Вот. Поэтому, я думаю, что, я думаю, что эти аспекты очень важны. Вот. И потому, потому нет каких-то, как мне кажется, простых решений. Здесь нет простых решений и не может быть простых решений. Самое лучшее, что вы можете сделать, это вместе с парнем, со своим, да, ну, как бы, вместе с ним, как бы, обратиться к психологу, да, и просто через коммуникацию, через определенные модели коммуникации поговорить. Просто стараться, вот, ну, донести то, что вы чувствуете. Вот. И, может быть, в этом вы увидите свою проблему. Может быть, в этом вы увидите свои трудности. Может быть, в этом вы увидите свои сложности. А, может быть, может быть, может быть, может быть и нет. Может быть, так получится, что вы не увидите в этом свои сложности. Может быть, так получится, что вы увидите просто разные, разные представления об отношениях и всё. И очень важно, как мне кажется, чтобы вы, ну, как бы, держали это в голове, что может быть по-разному. Вот. Что, по-разному, по-разному, так скажем, это может закончиться. Вот. Поэтому, как-то так. Но, в целом, то, что у меня, вот, вызывает вопрос, это, как будто бы, ваше, знаете, как сказать, как будто бы, ваше такое тушевание, что ли, перед тем, чтобы вырыли свое недовольство. Вот то, что вы, ну, тушуете. То, что значит, вот. Что значит, то, что вы тушуете, да? Это значит, что, как будто бы вам, ну, боязно, что ли. Как будто бы вы не уверены в себе. Ну, в этом смысле. И, если это так, вот, то, соответственно, в первую очередь, в первую очередь, вам нужно работать именно в этом направлении. В первую очередь. Ага. А дальше уже, ну, как бы, будет видно. Да? Да. Будет очевидно. А в каком направлении, ну, в каком направлении вы хотите двигаться и чем можно вам, ну, условно говоря, помочь. Вот. Я думаю, так, честно говоря. А, с чего можно начать? То есть, нажать можно с того, чтобы, ну, как бы, выделить свои чувства. Вот. С чего можно нажать. То есть, выделить свои чувства и свое отношение, скажем. Вот. То есть, понимаете, одно дело, если для меня это ненормально, и другое дело. Вот. А, совсем другое дело. Если я на это реагирую как-то болезненно, это не одно и то же. Я хочу, чтобы вы в возможности четко это зафиксировали, что это не одно и то же. Это разные вещи. Вот. Ну, пожалуй, вот если говорить, опять же, про какую-то, ну, скажем так, если говорить про какую-то дихотомию, да, если говорить про какое-то противоречие, то это противоречие самое главное здесь, на мой взгляд. И, соответственно, на него вам и нужно обращать внимание. Вот. Вот и все. Вот и все. То есть, вам нужно отделить ценности от невротических тенденций. Вам нужно отделить свой выбор, который является свободным, 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 от конфликта, вот, от дожествования, например, понимаете, какая штука, от противоречий, ну, как, своих. людей. И если вы это сделаете, то, на мой взгляд, вам станет гораздо легче. Вот. А в сердце вам тяжело, потому что одно накладывается на другое, и вы не очень понимаете, где что. А должны ли у человека как-то вот быть личные границы? Да. Чувствуете ли вы, что, что ваши личные границы нарушаются? Да. Как вы на это реагируете? Ну, вот. Очевидно, что вот так, как вы реагируете. Не уверен. Он ловит. Вот, собственно, и все. Ну, то есть пока вы, как бы, реагируете на то, что ваши границы нарушаются, вот так вот, несколько вот неуверенно, скажем так, я полагаю, будут проблемы. Вот. А можно посмотреть на ситуацию несколько более глобально. Да, то есть я не думаю, что подобно, ну, скажем так, открытости, да, вашего парня является единственным проявлением каких-то особенностей его, ну, каких-то особенностей его характера, да. Я думаю, что где-то это проявляется еще, ну, должно проявляться где-то еще. Вот. И, соответственно, вот, решите для себя этот момент тоже. Ну, вот, постарайтесь, по крайней мере, да. А вот, ну, нет ли такого, что в целом какая-то вот черта моего парня, да, в целом, какая-то черта моего, моего мужчины, да. А в целом она, как, ну, вот, мне неприятно, но я на нее реагирую, реагирую, вот, подавляя себя, да, вот, как-то, вот, потерплю, как-то вот, что вот пытаюсь, там, ну, как-то себя подавить, пытаюсь, да, и так далее. Вот. Если же такого. Если есть, если есть, то это вот как раз уже предмет, ну, как бы, предмет для психотерапии. Вот. Потому что, ну, есть, вот, если есть такое ощущение, что вы, вот, достаточно, вот, в себе вы, ну, то ли невнимательны, то ли не привыкли обращаться, ну, обращаться не привыкли, на это внимание, то есть не привыкли, не привыкли уделять этому вниманию, я имею ввиду, внимание себе не привыкли уделять. Ну, вот. А может быть, есть, по-вторых, ну, по-вторых, да, страхи какие-то. Вот. То есть все это нужно видеть, все это нужно так или иначе поисследовать. Вот. И в итоге вы просто придете к какой-то картинке. Вот. Какой-то картинке, которая и позволит вам решить, что делать дальше. Лучше всего это делать молодым человеком. Вот. Лучше всего это делать вместе со своей парой. Почему? Потому что можно в реальном времени, ну, как бы, обращать, можно в реальном времени смотреть, что, ну, по сути, по факту происходит. Ну, вот. Тогда как, например, при, допустим, индивидуальной терапии, да, могут возникнуть определенные сложности, там, соответственно, какие-то разночтения могут возникнуть, и так далее. Ну, вот. Ага. Ну, вот, в принципе, чтобы этого не было, как-то, на мой взгляд, лучше обратиться к такому аспекту. Ну, вот. В этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать свою работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. Вот. Удачи. Обращайтесь. За помощь вам она пригодится. Субтитры создавал DimaTorzok Это очень важно. Удачи вам張acions и быстро умнож Bemidя! Посылья��. Продолжение следует...